Накануне 1 июля в Екатеринбурге, как и во многих городах России, боевые товарищи, друзья, родные вспоминали тех россиян, кто с оружием в руках в разные годы защищал интересы страны в самых разных точках земного шара. У мемориала «Черный тюльпан» на площади российской армии в день ветеранов боевых действий встретились несколько человек, имевших то или иное отношение к афганской и чеченской войнам. Среди них и бывший специальный корреспондент областной газеты, ныне руководитель Центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов, чьими глазами в далеком 1995 году свердловчане следили за происходящим на Северном Кавказе. Почему-то этот праздник неофициальный, ну, наверное, потому что в общественном мнении пока нет такого прям уверенности, что каждый из этих конфликтов, он был вот, как говорят, за правое дело, да. Я не берусь судить здесь никого. Я знаю, что... Я вот не ветеран боевых действий, но я работал. Мне довелось работать в горячих точках. И я общался много с людьми, которые... С воинами настоящими, которые поливали свою кровь. И я понимаю, что это воинская работа, это серьезный такой долг. И человек, который этот долг несет, это всегда светлый человек, потому что он не рассуждает. Правда, неправда. Он идет по приказу Родины. И в этом смысле это люди настоящие патриоты. Действительно, Дня ветеранов боевых действий нет в официальном календаре памятных дат. Он был учрежден самими ветеранами еще в 2008 году, но так и не признан государством. Хотя уже четверть века назад были названы почти все военные конфликты, в которых в 20 веке участвовали наши соотечественники. Это советско-польские и советско-китайские конфликты, финская война, столкновения в Египте, Йемене, Алжире, Анголе, Мозамбике, Камбоджа, Корея, Вьетнаме, Афганистане, Югославии. Позже были Чечня, Дагестан, Таджикистан, Молдавия, Грузия, Сирия. Через Афганистан, по моим данным, прошло около миллиона солдат и офицеров и гражданских вольнонаемных. Сколько прошло через Чечню, наверное, не меньше. Таджикистан, Молдавия – у нас воюющая страна. Я считаю, что пора создать либо министерство, либо какое-то агентство по делам ветеранов, внести поправки в закон о ветеранах и подойти к этому очень серьезно. Вот простой пример в завершении. У меня есть знакомый, простой деревенский парень. Воевал в Чечне. Я даже не говорю там про свой Афганистан. Воевал в Чечне. Два раза ранен, контужен. До 40 лет чувствовал себя отлично. Вот сейчас ему пятый десяток пошел, и вот это все вскрылось. Болезни, язвы, раны. Он уже не может получить инвалидность, потому что он опоздал. Нашими вопросами, к сожалению, занимаются мало. Я считаю, надо уделять больше времени. Они остались с проблемами. Многие, значит, инвалиды, у многих семьи распались, потому что это все тяжело переживается. И возвращение, то есть есть такой поствоенный синдром. И это очень большая группа людей. Я бы сказал, что это цвет нации. И мы, конечно, обязаны их поддерживать. Государство их обязано поддерживать. И все для этого делать. Ну, как минимум, вот нужно помнить об этом, нужно память эту хранить. И ее передавать и последующим поколениям. Потому что Родина создается подвигами вот таких людей. Родина создается подвигами.